Вы, детишки, наверное, не помните, но 4 года назад Новый год стал грустным годом. Народ закрысячил на фейерверке. Детишки, одноразовый и бестолковый бум – это от 5 тысяч рублей, хлопнет за 2-3 минуты. Мы вам предлагаем не деньги на ветер выбросить, а купить вам счастье. Много счастья за эту скромную сумму. А потратим мы эти деньги на ветер и превратим мы их в деньги на игрушку в нашем любимом Орионе. Да кошмар, кино и немцы просто. Сюда едут, едут и едут, это очень хорошо. Потому что, ну, понятно, что для детей все заточено. Понятно, что даже я с Ориона только взаимозачетом беру, и ту в небольшом количестве. Это потому что, ну, нельзя это делать, а нельзя показывать, где ваш ребенок должен находиться в зимние каникулы. Только в Орионе. Приезжайте сюда, Орион теперь работает круглые сутки, в смысле, даже без выходных. Вот, и набирайте. А сегодня мы покажем вам несколько вещей, которые обязательно надо купить вашему ребенку. Ребенок, вы поняли, на кого надо наехать, чтобы вы приехали сюда и получили полное удовольствие в штаны. Как к нему проехать, в принципе, всем понятно. Но, детишки, тут требуется вся ваша воля. Немного удивленный мой внешний вид вызван тем, что не только у папы Леши оказывается кукушка по сыну провернутая. Дело в том, что на обыкновенный будний день люди приходят, и при мне только что сейчас женщина купила на 100 долларов отличные машины. Просто я просто сейчас сам думаю быстренько набрать, потому что иначе кончится. Но особо радует то, что все заточено для вас, дети. Сюда просто приятно приходить. Дело в том, что если даже у вас много игрушек, как, к примеру, у меня, в смысле, для моего сына, очень много игрушек, они, по-моему, плотными рядами. Все равно прихожу и постоянно задумываюсь, почему это нет у меня. Тем более, огромное спасибо человеку, который занимается затаркой, в смысле, с набжением. Постоянно все новое, дешевое, дешевое. Вот, к примеру, новый Toyota FJ Cruiser. Отличный вариант на радиоуправлении. Ну, а те, кто хотят, чтобы у вас дома появился робот, то есть такой электрон, интерактивный робот, стреляет, говорит, танцует и ходит. А также много того, что меньшего размера, но не менее интересно. Действительно, в отличие от конкурентов ленивых, в которых поставщики одни и те же, меня конкретно шторкает. Ощущения те же, что были 35 лет назад. В запретный город завозили игрушки. Но сегодня действительно стоящее место – Орион. А если у вашего папы не прошел кризис среднего возраста, то вы ему напомните, дети, что, папа, кризис среднего возраста заканчивается, когда вы понимаете, что следующую машину вам покупать не надо. Такой смысл. Надо подождать 10 лет, потом электромобиль купить. А так, скажем, мы и докатаемся. Главное, чтобы у меня было игрушек побольше. Другой вопрос. Если вы, допустим, заходите в автомобильный дилерский центр, там много-много всяких игрушек, которые стоят каких-то совершенно непонятных денег, так там тоже на вас зарабатывают. Вот, к примеру, зашли вы в дилерский центр, где продается Mercedes-Benz, и захотели себе купить SL65 AMG, ну, модельку. А там она стоит, ой-ой-ой-ой-ой. Она реально стоит 600 рублей. Вот, если вас шторкает по мини, то сегодня в Orion завезли целую коллекцию мини-ков. От небольших мини-ков до средних и крупных. А есть еще и Cadillac Escalade, есть еще и Mercedes M-класс. То есть тут много чего. А чего здесь нет, здесь нету холода. Хотя, скажем честно, отопления здесь такого-то и нету. Дело в том, что благодаря нашей программе количество людей здесь очень большое. Мы сегодня снимаем, минус 22 на улице, и это утро понедельника. А чего здесь теперь нету? Ну, опять же, благодаря нашей программе. Помните, большое количество электромобилей сразу сметают. Вот вам суть рекламы. Конечно, машинки машинками. А как же пострелять? Ну, какой мужик может вырасти без оружия, а? Кстати, за 1000 рублей покупаем арсенал. Место, которое моя супруга уже ненавидит здесь, в Рионе. Дело в том, что я для своего сына решил сделать коллекцию оружия. Всякого разного. Вот, маленький нюанс. Большие стрелковые механизмы у него есть. То есть автоматы, пулеметы. Но пистолетов маловато. За сегодняшний день. Раз, два, три, четыре, пять. Новое поступление. Пистолетики. Столько много мест, как автоматы не занимают. Наберу. А теперь немножко попрошу сдвинуться. Сдвигаемся, сдвигаемся, сдвигаемся. И вот нормальные детские луки. То есть, ну, можно пострелять. А если не получается, то есть и гиперарбалет. Цена вопрос 770, 450 рублей. И, естественно, по-доброму хочется девочку. Мелкий свой толстым слоем ба и ва укутан. То есть машинками, вертолетами и бабахами. Ружьями. Хочется силой духа своего поделиться и с девочкой. Когда в доме появляется сын. Что папа должен сделать? В лепешку разшибиться, сделать для него максимально камильфо. Я думаю, что если в доме появилась дочка, папа тоже самое должен сделать. И это однозначно. Детей надо любить. Вот тем более, что у нас появилась возможность от Прохорова взять по 50 тысяч долларов. Но меня смех, конечно, пробивает. И у сыновей второго ребенка. Я 3 секунды ровно. Нормально. Сил хватит. Даже если это будет девочка. Тем более, что если ровным слоем уложим пол. Игрушками для мальчика. Такими же образом можно уложить пол для девочек. Тем более, когда целое подразделение. Вот все есть. Все, что надо. И даже если когда ребенок маленький. И когда девочка маленькая. И когда девочка становится почти уже взрослой. Потому что, по-моему, лучше, когда девочка дома находится. Чем когда девочка с одноклассницами сигаретки курит. Очень нехорошее занятие. Про кризис среднего возраста помните? Рецепт отскока. Возрастной ребенок. И назад к корням. Намек, кстати, женам. Поверьте, папа, мама это кайф. Не каждому, конечно, дано. Но дайте возможность поделиться радостью то. Специально остановился на входе. Дело в том, что перед Новым годом обязательно должна в доме появиться интерактивная кукла. Ну, это уже не модно. Это всякие гаджеты, телефоны. Ну, что это такое? Обыкновенная компьютерная фигня. А тут, когда кукла умеет с вами разговаривать, задает вопросы, что еще может быть лучше. Особенно, когда папа и мама всегда такие занятые. Не надо быть такими занятыми. Надо тратить деньги на детей. И в большом количестве. А почему без интервью про цены? Да потому, что за год каждому ясно, что по ценам здесь практически даром. Так что магнитогорцы и гости города просто хапают. Обычно задаем вопросы. Теперь даже вопросы не буду задавать. Потому что то, что происходит за моей спиной, это очередь в кассу. Извините, я не в одном магазине, в нормальном. Такой очереди в кассу и не видел. И не надо мне, пожалуйста, шлать всякие смс-ки, приди, купи-то, бонусы. Зачем? Когда за одну сумму я покупаю то, что в другой сети стоит в 4 раза дороже. Я что, похож на идиота, что ли? Ну и на пасашок так. Дед Мороз то у вас, дорогие мои, есть. У него, правда, бороды нет, как и усов и волос. Но упитанность приличная. А сани свои он ликвидирует ввиду подарка от губернатора. Транспортного налога. Коей он щедростью своей подарил своей же фирме на реконструкцию дорог города Магнитогорска в следующем году. А я, как этнический турок, родственник Николая Чудотворца, силой и взаимной любви с Орионом показываю вам, куда ехать за детским счастьем. Без которого никакого будущего у зачуханного с накшибательными телевизионными каналами и интернетом России не будет. Потому как, не получив счастья, радости и любви, получить прежде всего гордость свою не получится. А вот и мой праздничный подарок. И, думается, не я один такой. Стоять, Зорька! Отпустите, пожалуйста, микрофончик. Дело в том, что до Нового года времени немного остается. Естественно, я под Новый год себе сделаю прическу а-ля этот, жилет МАК-3. То есть, этого вы больше не увидите. Надоело. Буду лысым. Вот. А вот как раз на каждые из дней после Нового года моему ребенку будет небольшой такой подарок. И количество автомобилей просто увеличится. А почему я все это сделал? Потому что мне сказали, что ваши сюжеты имеют место быть. И отрабатывают себя. Так что, другие господа, хотя вы мне больше не нужны. У меня есть Тарион.